Ладно, Наталья, сейчас и закончим эту перепалку, надеюсь навсегда, Наталья Медведев, Гражданка Медведев, Валерий Железов в генетику учил, или инженеру, металлургу, кстати, безграмотность эта дикая, страшная, что кончали, неужели туда, теперь они идут самые неграмотные, вот, металлург, кстати, НЛ, металлургу, она ни к чему, он и так хорош, дело в чем, понимаете, дело не в том, хорош или не хорош, дело в том, что я уже тысячу раз показывал, ну, понимаете, не металлурга вы судите сейчас, вы судите вот этого, вот этого, понимаете, при чем тут металлург? нужно просто ходить по саду, по лесу, посмотреть, есть законы природы, соблюдайте их, соблюдайте, и тогда у вас будет еще лучше, потому что мои возможности ограничены, мне сад, тут нет ни одной фотографии, сада, которая, смотрите, где даты стоят, видите, смотрите, даты стоят, вот они, даты, вот они, вот они, даты, вот они, даты, смотрите, так вот, сад был сожжен, мотоциклисты, в 2005 году, а когда я по-новому привал, 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 полезли эти тысячи этих самых, в 2008 году второй раз сожгли, все, а посмотрите эти фотографии, я за несколько лет вот это все вырастил, почему, для того, чтобы вырастить лучший сад в России, Ольга, Наталья, для этого достаточно 5 лет, а вы все 5 лет будете долбить меня, что я генетику не знаю, что я металлург, ладно, сейчас еще немножечко, ну, ну, брат, извини это, и вы все извините, ну, после такого этого, ну, уже можно было бы успокоиться, да, ну, хватит уже меня долбить-то, генетику, а, кстати, 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 а это же не все, я хорошо разбираюсь, смотрите, как всех с умным видом несет чушь, думаю, не стоит, сейчас я вот это самое, а потом перейдем к другой теме совсем, почему, это очень важная тема будет, он несет чушь, думаю, не стоит, то есть смотреть, то есть, а, смотрите, получается все, что вы выше видели, да, ну, там есть такое сомнительное, там, типа, что это с райского сада, ну, тогда получается, что, а, нет, тут уже Наталья, с Толей вроде бы может сейчас подружимся, Наталья вообще в стороне, что-нибудь такое напишет, и все, я довольна, Наталья, в церковь ходите, у нас есть патриарх, у нас тысячи церквей, у нас миллионы людей верят в Бога, они ходят в церковь, они верят, что все было так, как в Библии, вот, скажите, ладно, они могут быть неграмотны, им все голову морочат, там, религия опим для народа, вы хоть где-то там подсознательно, а может, все-таки что-то есть за этим, а может, есть огромный мир, мне-то железу, просто я там был, а вы не были, и вот чушь, а я говорю, что райский сад был, семена оттуда попали на землю, и люди появились на земле 40 тысяч лет назад, ни одного черепа раньше не было, и сразу без хвостов, и сразу такие умные, как мы, только тяжело им пришлось, непонятно, кто кого жирал, мы этих, или эти, саблезубые тигры, так получилось, ну, так сложилось, и деревья культурные сразу появились, сразу, а потом в эти все бесконечности, каждая, это самое, здесь я уже забыл память, и каждый 10 тысяч лет, или каждый 100 тысяч лет, ледниковый период, что-то выжило, одичало, в рассвет, опять, чуть-чуть, опять стали эти, у них задача такая, программа, чтобы кормить его вкусными плодами, все, что можно, потому что они производят, этот самый, они производят глюкозу, ту, которую вы не понимаете, когда ветки учите отрезать, понимаете, любая ветка дает глюкозу, что-то плод, что-то в этом корне, а вы мне чушь-чушь, ну я тогда, чтобы это не выглядело, сильно уж резко, видите, у меня, взвинтирование давления подскочило, хотя я уже это не раз слюбовался, почему я это, мог бы это про это, но надо, точки до конца, все точки, и как там, до конца, ну я написал, в стерилизм порол чушь, чушь тихонько повизгивала, вот так, я парю чушь, и вот я написал, Наталья, Бога не боишься, вот эти плоды, я их ни в чем не виноват, я только тупо переносил, одни и те же, по двое родственные связи, все родственники, 10 лет, 20, 30 лет, все с одного дерева, а потом, а потом думаю, Господи, а не это ли причина, что плоды начали укрупняться, а где вы такие видели плоды, а, темрязицы, я потом ниже, уже, наверное, не сегодня, покажу эти, темрязевские плоды, темрязевские, где ваш агроном написал, у нас абрикосы, не плодоносят, чему вы научились, смотрите, еще вот это, и переходим к другой теме, даже пропущу, Наталья, мое объяснение, здесь проявилась память предков, семян израильского сада, вот это для вас, замороженная и ожившая лягушка, вы не поняли, я не, криотехнологии, есть такая технология, но лягушку никто не замораживает, в специальных чанах, а они примерно вот так, вот смотрите, вот, вот это объяснение, да, а у меня всегда они какие-то своеобразные, эти объяснения, очень своеобразные, но уже некуда своеобразные, вот смотрите, я специально подобрал, ну, чтобы это не выглядело трагично, но, но чтобы все же было интересно, а вот Зелезов взял, вот так вот интересно объяснил, а почему лягушки каждую весну оживают, из замерзшего пруда, а? Посмотрите ей в глаза, Наталья, посмотрите ей в глаза, да она в этих ледяных этих самых, кометах путешествует между звездами, вы скажете, нет, вы что? И тогда получают, нет, а мы проходили, теория опарина, они появились, где? В грязных лужах, а теперь я специально для вас, вот сюда, вот сюда, креоконсервация, знаешь, что такое? Вот, для вас говорю, 196 градусов Цельсия, так, это глубокий вакуум, знаете, да? Слышали такое слово, вакуум? Вот, касается клеток и тканей, сюда входит сперма человека, представляете, минус, это я для вас говорю, потому что я специально, я вас завожу, чтобы вы поняли, насколько сложен мир, верить в Бога, не верить в Бога, это не шутки, 196 градусов, мужская сперма, мы говорим о серьезных вещах, о научах, вы не кривитесь там, при слове спермы, когда-то девочки краснели, при слове пестики, тычинка, это я, свидетель, сидели пунцовые, вот такие вот, когда учительница слово произносила, особенно тычинка, сейчас, пожалуйста, к ТНТ, хотите, я разговаривался, но все равно, просите меня, но я по-другому не умею, идет эта девушка, симпатично говорит, вы знаете, если сперма имеет вкус бананов, партнер перед этим бананы ел, а если вкус апельсина спермы имеет, тогда это, а тогда, вы поняли, этим я вас не шокировал, надеюсь, ТНТ же вы смотрите, там никого не шокирует, вкус спермы, а здесь я говорю, сперма мужчины, я обрадуюсь как бы, при 100 градусах содержится, сохраняется, значит, она может выдержать еще на 50 градусов больше, это просто техническая цифра, да, ну и у вас грязные лужи, когда появились, вы же эти, как их звать, теми языка, вы же, по-моему, кандидат на уху, вы же это, а вы попробуйте теперь, если из грязной лужи получилось, как она могла выдержать 100 градусов, а? нет, только из космоса она появилась, только из космоса, вот, я не знаю, как передавалось первым мужчин, вот, но я зато знаю точно, что семена на землю попадали двумя путями, но мы про это уже проходили, вот, и вот это вот дурь, ой, извините, я обещал больше таких слов не произносить, вот это вот неправильное мнение, что и семен, получается, эти самые, наши культурнейшие растения, культурнейшие растения, привет, Инна Александровна, вот, Савельевич, они вот такими были, я не виноват, еще раз говорю, я сперва получил результат, а потом начал думать, а что ж это означает, а потом понял, или мне с неба подсказывали, так что сейчас речь идет о том, что вас на руке, Инна Александровна, хотя мне смотреть на вас от глаза дыхают, умная блондинка, надо же так, бывает же такое, ладно, итак, память предков, вот вам про лягушку, вот вам про сперму, вот, вот про замороженную науку, вот, вот на этом мы сейчас остановимся, потому что мне нужно сейчас немножко пройти вперед, вот, значит, закончится нападки, надеюсь, потому что, смотрите, что было написано, просто удивительно, 70 лет прожил, ума не нажил, хочет всем доказать, что в Костроме растут абрикосы, сам еще ничего не вырастил, все хочет, и тогда я еще раз говорю, этот человек войдет в историю садоводства, как мой главный, один из главных помощников, вот они персики, это одна из фотографий, 70 скотчика железа, плоды начали желтеть, окрашиваться, вам этого мало, вот, что там про 70 лет ума не нашел, ну-ка, сейчас посмотрим сюда, внимание, 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 в этом году выросли у дедушки абрикосы, вот такие, сочные, сладкие, у нас в огороде, а много их у дедушки выросло, да, вон сколько у нас выросло у дедушки абрикосиков, вкусные, и там много-много сахара, вот так вот, ну что вы там про это, вы понимаете, девчата, переходите на жопу, пройдет время, все забудется, эти оскорбления забудутся, вот, а дело в том, что вы не знаете, как, вот человек, который ума не нашел, я инженер металлург, у меня много этих, я уже говорил, хвастался, больше не могу, вот, стыдно, а мой брат, инженер-механик, инженер-электрик, высшее образование, вот, а он еще и, этот, компьютер всех, а он еще не просто был механиком, а механиком по сельскохозяйственным машинам, а в институте его учили, знаете, чему, ля-ля-ля, тому же, что и вас учили, и вы этого человека, который занимался сельхозмашинами, и на всякий случай его обучили, еще и свой, ну там, злак, ну все, понимаете, да, вот, вы что, и опять извиняться никто не будет, а, семь лет проживая в войне нажил, вот, вот в такой стране мы живем, ну все, я с вами рассчитался, а дальше только дружить, вот, а я Железов, старший, я старше его на несколько месяцев, уважаю больше всего, инженеров, инженеров, это мы все построили, и так, готовлю для вас новые кадры, я вопрос Тимилетской академии, вот это вот, я еще раз вас процитирую, почему считаю, что новые кадры, Ольга, это не то, что я там обзываюсь, просто консультирую факт, вы где-то взяли эту фразу, в результате исследования, ложность теории витативной георизации, была опровергнута, в 30-50-х годах, наличие витативной георизации, не подтвердилась, это именно георизация, ложа наука, дальше мы, это я все пропускаю, вот, это я уже, так, чтобы даже не заметили, что я там написал, вот, про обман шарлатанства, мы уже поговорили, я просто напомню, что вот этим обманом шарлатанцем, занимались самые великие садоводы России, последние с бодрого, правда могли не знать, ну, как вы, вот, эти, в этом обвинили, Казмина, вы знаете, что все они от свободного пыления получали, невозможно иначе, все от свободного пыления, пытался объяснить, выпустить сам Демирязевки, в южных промышленных садах, на фото, я фильм отдельно создал для вас, там, в начале 6 серий, потом еще, еще на крупном канале, еще два фильма выйдет, то есть, извините, что было, то было, в южных промышленных садах, на фото, везде искусственные штамбы, они нужны для механической обработки, навесным оборудованием тракторов, вот этот снимок, Илья Александрович, вы на месте? Это вы, ваша фотография, это вам показали этот опытный сад, что-то в этом роде, итак, мы видим, что на данный момент я не слепой, я не вижу забетонных столбов, я не вижу, как они к ним привязаны, примутаны, я вижу, зато капельный полив, везде дырочки, дырочки, как можно, вы знаете, невозможно, учитывая, что насос будет качать по всем ним, рассчитывать, какой им надо влажность, вот, этот сад, вот, он, видимо, недавно посажен, мы столбы позже сделаем, вот, но уже пододелали ран на штамбе, уже умудрились, черным, держать под черным паром, видите, то есть все минус, 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 потом его придется опрыскать бесконечно, он долго не проживет, тут или за лизу, тонны столбы, или ураганный ветер, все упадут, все до единого, они все на искусственных корнях, минус, если я что-нибудь собрал, скажите, что это, что, уточняйте, ради бога, у нас там дальше переписка будет, я как тот самый, что вижу, о том пою, так вот, вот это такая картина, я пишу, а наши, ваши, попугаи, я не к вам, я про тех, кто это превращает в промышленные сады, перенеси практику калечения штамба, в широкую практику, дачного, вот что страшно, и даже промышленного садоводства, а далее обвал, еще раз любуйтесь, снижение морозной касси деревьев, потом мороз, подмерзание, заболевание, обязательно заболеют, нападение насекомых на больные, потерявшие иммунитет растения, омертление древесины, плодов и листьев, активная работа грибов, полезных грибов, они свое берут, борьба ядохимикатами, десятки обработок за короткое лето, все, что мы переняли у запада, а я вам уже столько показывал, мощных на семиных подвоях, этих самых, яблонь, обычно это к яблоням относятся, вот, мне уже стыдно их показывать, схема сайта Тимирязевки, нам нужно что будет, новое специалисты в Тимирязевке, можно бы, чтобы вот это однажды исчезло, вот, ну я уже не буду фотографировать, показывать сада, там нет ни капли яда, обрезки, только доказательство кисельников, я показывал, вот это вам сейчас пропускаю, казненное дерево, помните, я считаю, что это все будет уже изучать на первом курсе Тимирязевской академии, только вот сейчас 21-й год, может быть 31-м году, может 41-м, если к тому времени страна не рухнет, потому что ей командует особая элита, откуда она взялась, ну среди них, наших никого, и вот это получается, вот это, Ольга, я последний раз показываю, надеюсь, почему, вот сейчас я на что на вас надеюсь, смотрите, вот здесь, когда вы посоветовали отречь эту ветку, бедной несчастной женщине, которая поверила вам, плюс еще поменьше, еще три ветки, это бы отрезать сразу на кольцо половину дерева, согласны? Ну видите, толщина тут и тут, половину сразу, 7 лет росло, за что? А потому что это, якобы им полагается в штамп, но мы это проходили, вот, штамп на самом деле и не полагается 40-50 сантиметров, я о другом, я хочу, чтобы вы начинали новую жизнь как? Я посмотрел на фотографию, нормальная русская женщина, может не русская, Исакова, вот полурусская, ну наше воспитание советское, и чтобы вы написали так, или хотя бы принцип на будущее, я подумала, подумала, извините, наверное, я погорячилась, наверное, не надо отрезать, уважаемые, если еще не успели отрезать, то пожалуйста, не отрезайте, если отрезали, извините меня, хоть что-то в этом роде, вот, вот эту фотографию я делал, недавно, 17-го, на днях, это моя груша, она доживает свой век, она попала в неудачное место, в немало места, да, двухметровый забор, вот тогда-то, только, Оля, штамп-то, и появляется сам по себе, почему? Солнца нету, вот почему, мы сейчас находили, я сколько показывал таких деревьев, у себя все-таки, солнца нету, понимаете, вот, а там без солнца, они отсюда растут, и таких я еще покажу много, ирга, ой, у меня времени мало осталось, смотрите, я сейчас, в свою пользу буду говорить, вот это вот, живая, а вот это вот, теория, тоже ирга, вот, на самом деле она такая, а из нее делают, ой, все-все пропускают, сейчас я доберусь, Елена Александровна, доберусь, до вас, вставляйте вот эту подлость, вот, и мы с вами, ну еще обминутку займем, вот, там, на вашем этом канале, где вы там царствуете, да, и где встретили так, мягко говоря, со злостью моего брата, а потом и меня, вы вот так вот, и тут, это потом можно, единственный умный человек оказался, вот он, удалять и сжечь, правда, непонятно, что листья или дерево, вот, дело в том, что, к сожалению, вот эта болезнь, она, вы переходите на нашу сторону, садоводов, любителей, и тогда вы будете писать так, что, уважаемые эти самые, галовый клейс ни при чем, эти грибы ни при чем, вообще ничего ни при чем, дерево настолько глубоко больно, что у него полностью уничтожена хора, она доживает последнее, дерево спасти невозможно, вот, и не вздумайте поливать ядом, и не травите себя, не травите, не тратьте деньги, вот такой должен быть ответ, это, вы видите, смертельный случай, смертельный номер, пожалуйста, вот так надо разговаривать, все, вот вся причина, вы можете добавить, наверное, садили, ну, там, выглядеть достаточно образованно, надо сказать, уже по железу садили, наверное, не отрезали верхнюю половину кроны, он сразу начал болеть, это ж явно молодой дерево, вот, а уже умирает, вот, вы наверняка, нет, не наверняка, вы могли заглубить корневую шею, у вас там была отметка, нет, на будущее запомните, при выкопке надо померить место, потому что, как правило, корни голые, помните эту темиазовку, ой, жалко показать бы, еще поиздеваться, какие там отметки, земля в воздух, какая там отметка, где север, где юг, вот, 19 век, так и остались в нем, вот так вы должны говорить, а то заливать ядом, еще и клеща вспомните, еще кого угодно, я это пропускаю, почему, вот, и вот это все, 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 Ольга больше про вас не будет, вот, а вот это вот тот самый злобный монстр, почему, это первый кандидат, для того, чтобы возглавить, например, темирическое академию, да, всего лишь средне, как это называлось раньше, средне техническое образование, колледж, Шушенский, Сельхоз, Сельхоз, да, он агроном, вот, но достаточно, чтобы у вас в темирязвике, за несколько лет, вот, вырастить, уникальнейший сад, который, у вас, я же был там, у вас нет еще близка, вообще, вы настолько отстали, ну, лет на сто, я не к вам, я к руководителям говорю, вот этого надо, но это, может быть, уже новый будет состав, этого самого, темиризвики, потому что, это должен, какой-то счастливый случай, чтобы кто-то послушал, то, что я говорю, вот, все, все, я пропускаю все, что это самое, вам было бы сейчас обидно видеть, вот, почему я говорю про Сергея, в таком тоне, вот это вот, это вот, есть посылка, раскрученный питомник, это рекламный ролик, и вот она с таким пиететом, она, какой замечательный сайт, я вижу мертвеца будущего, я вижу, ты, я невероятно, а для нее она это, ну, что ты скажешь, я болтун, смотрите, смотрите, я распоказывал, извините, но я сейчас предлагаю новую версию, я предлагаю версию, это самое, свежая кровь, для Тимирянской Академии, вот надо вот так, это, Игорь Владимирович, железо, брат родной, вот этот, именно кусочек, допустим, вот я начал так, когда говорить, вот этот, и назвать его, свежая кровь, для Тимирянской Академии, вот так примерно, вот, это я пропускаю, все, я уже счеты не свожу, теперь так, ну, взгляд, это я, знаете, подбирал, что у него злобный взгляд, лопаты готовы убить, но, извините, не сдержался, тоже в ответ, вот, вот он злобный взгляд, вот он злобный, а вот сравнивайте еще с теми, еще раз, мне так интересно, это все сравнивать, да, ведь это же реклама, 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 это уровень, смотрите, или покупает, с виду, приличные саженцы, из-за рубежа, самая близкая к Крым, да, крымчане тоже стали перекупщиками, очень страшно, разучились крымчане, саженцы, врачи, а почему у них, на их сайтах, сплошь эти фотографии, это импортные, или мои, или вообще, с Италии, и Испании, или вот такие, если уж сами врачи, никто их никогда не учил, учиться они не хотят, им не нужны, не это, кроме покойного уже Степанова, генерального директора Сады России, да, крупнейший питомник, он единственный у меня заказал больше двух тысяч черенков, двух тысяч, и чего-то добился, но это отдельный разговор, да, а больше никто никогда, вот сравнили, давайте, вот, то есть вот этот злобный монстр, вот, монстр с лопатой, с нашими монстриками, двое детей, и трое племянников, вот он, видите, такой вот он есть, все, 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 больше не буду Ольгу трогать, вот, и тут получается следующее, дальше, это уже, так сказать, аукнуло, что известная блогерша, вы сказали, что я оскорблял, я оскорблял ее приемы, вот они, отдельный будет разговор, наше время заканчивается, вот, вот, помните, как меня вы упрекнули, это уже я в плане, ну, обсуждения, что, вы просто не в курсе, что да, режу, да, вот режу, вот питомник Сергея, дерево сразу становится натощим, земли мало, мы вынуждены резать все подряд, да, обрезка перепельсански, с целью сбалансировать, санитарная обрезка, обрезка на выложение, обрезка для стелющейся кроны, все, а вот те обрезки, чтобы сделать искусственный штамп, почему-то приезжать, я помню, схему показал, что страшно, 9 видов веток лишних не нужно, вот, вот о чем речь идет, вот это все пропускаем, еще раз поговорим, вот, ну, хотя бы сам принцип, это, мой сын, держится, вот в таком виде он продается, заметьте, не отрезаются две ветки, вы же не шутя же, целую инструкцию-то там изложили, на той странице, то есть, по-вашему, две ветки обрезаны, здесь, понятно, что надо все убирать, не будем уточнять сразу, или через год-два, когда появятся ветки, они появятся, вот тут обязательно, а вот это, недокормленное, вот это все недокормленное, оставлять, а вот это, докормленное, вот это наша, Ольга, принципиальная разница, я вас, друзья, прошу, она, может, правда уже, более долго глотала, пусть, она же все-таки умудрилась ответить, значит, смотрела те ролики, поэтому еще раз прошу, напомните, пусть посмотрит, уже не все так страшно, да, выглядит она, вот даже вот это, но я не имею права не сказать, что этого нельзя делать, нельзя отрезать эти ветки, вот он, саженница настоящая, они не скажут, там бывают, ну ничего тут нельзя поделать с этим, вот, и вот тут еще много будет интересного, интересного, это примерно, я вам только готовил, помните, там, где вы четырьмя ветки отрезали, а я одну отрезал, видели, старый снимок, пригодился для учебы, видели, вот, и, наконец, осталось, исправленный ровно столько, чтобы я представил себе, будущее, ведущую, вот, будущее, ведущую, телеканала, Бабер, это все, я потом буду объяснять, это все я пропускаю, вот, это все с моего сада, это все, это матчий сад, плавно переходящий, просто сад, а до этого, это был питомник, который вытесняется, вот, мы еще проходили, еще будем проходить, вот, ну, это, это мы уже проходили, вот, дальше, помните, было, вот, не стоит учить болвана, ума не наживо, это все, то ли про меня, то ли про брата, и вот получается, что, нам нужно перестраиваться, нам нужна новая технология, так, это все мы в другой раз, еще поговорим, видите, вот здесь, да, действительно, вы поставили телеканал Багер, понимаете, вот он, телеканал, вот люди, отмеченные печатью интеллекта, их ролик, сучить абсолютно ненужные товары, я сейчас перехожу к тому, что, может быть, там тоже иногда меняются, руководители, нельзя же до бесконечности, это показывать, так, это, 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 Продолжение следует...